Мне вообще никогда не нравилось вести светские беседы. Я был из тех парней, которые закрывались в соседней комнате, потому что очень не любили заводить беседы, особенно с девчонками. Друзья, не волнуйтесь за меня, так как за последние лет 20 я прокачался в этом и стал гораздо лучше. Сегодня в видео я вам покажу пошаговую инструкцию того, как вести светские беседы без проблем. Готовы? Тогда начинаем. Первым делом, друзья, перестройте ситуацию у себя в голове. Многие, кто с этим сталкивался, то они у себя в голове думали «О боже, я не нравлюсь людям! Некоторые, когда меня видят, то выбегают из комнаты с криками». Но на самом деле это редко случается. Обычно у вас просто начинается беседа, которая заходит в тупик. Но зато у вас хотя бы был этот разговор. И если у вас состоялась беседа, то вы можете сделать это снова. Вот о чем нужно думать. Что если беседа получится хорошей, то можно познакомиться с важным человеком в своей жизни. Лично я часто знакомился с моими бизнес-партнерами. Потому что я просто заводил светскую беседу с этими людьми. Когда вы начинаете думать об этом в таком направлении, то ваш мозг начинает воспринимать такие беседы как нечто позитивное. Вот ключевая вещь. Наше настроение играет важную роль. А поверх всего помните о том, что вы очень ценны. Многие, и я в том числе, сталкивались с этим ощущением, что я недостаточно хорош. Это меня сбивало с мысли, мне казалось, что мое место на свалке старых автомобилей. Мне казалось, что я недостаточно хорош, чтобы говорить о мужском стиле. Что я много не знаю. Но это меня не останавливало. Я начинал знакомиться с людьми. Я понял, что у меня есть чем поделиться. Да и вообще у каждого из нас есть, что предложить миру. Это может быть просто историей. Но у большинства есть определенные навыки. У нас есть дело, которым мы занимаемся уже долгое время и имеем опыт. Которым мы можем поделиться и показать свою ценность. Так что не бойтесь просто идти и общаться с людьми. Итак, следующий совет очень простой и эффективный. Оставляйте себе место для отступления. Очень часто мы ощущаем апатию и давление. Потому что нам кажется, что мы в ловушке. Но если мы оставляем себе место для маневра, то бум, мы чувствуем облегчение. Лично я хожу на всякие мероприятия с женой. Я люблю свою жену, но она увлекается совсем другими вещами. И часто это бывают новые люди и непонятные ситуации. И так выходит, что я сам еду на вечер. То есть мы едем раздельно полчаса, пусть даже в одном направлении. Я еду туда на своей машине, и она знает, что если мне там не понравится, то я не буду сидеть там все время. Поэтому оставляйте себе возможность для отступления. Поймите, что светская беседа располагает к более глубокому общению. Причина, по которой нам не нравится вся эта пустая болтовня, потому что мы хотим сразу перейти к сути дела. И нам кажется, что это все просто трата времени. Понимаете, беседа очень похожа на лестницу. По ней надо взбираться ступенька за ступенькой. Представьте, как начинается общение у людей, которые только встретились. Как думаешь, почему Бог позволяет чинкам умирать? Но поймите, что если вы хотите спросить кого-то такой вопрос, то между вами уже должна быть какая-то связь. Суть в том, что легкая, незатейливая беседа позволяет вам почувствовать человека и понять его лучше. Чтобы потом вы могли перейти к каким-то более сложным вопросам. Итак, господа, следующий пункт, и я объединю. Представьте, что вам нравится кто-то и используйте позитивный язык тела. Итак, вы, может, не хорошо знаете человека, но дайте ему шанс произвести впечатление. Можете сказать, знаешь что, я думаю, что это очень интересный человек. И когда вы так думаете, то у вас естественным образом идет предрасположение к нему. Вы не будете закрываться от человека. Вы не будете посылать ему негативные сигналы, что вы не заинтересованы в нем. Это все язык тела. Так что обращайте на него внимание и то, как вы двигаетесь. Многие люди даже не замечают, как скрещивают руки и закрываются. Это выглядит, будто я не хочу с тобой взаимодействовать. Люди могут и не говорить это напрямую, но когда они так делают, то вы чувствуете себя отстраненным. Итак, следующий пункт подойдет не всем. Для него требуется опыт, так что практикуйте, чтобы не показаться странным. Это копировать другого человека. Не надо прямо зеркалить человека, но попробуйте повторять за человеком небольшие жесты. Если он трогает подбородок, то и вы приложите руку к лицу. Многие этого даже не заметят, но подсознательно это говорит. Мне нравится этот человек, он чем-то похож на меня. А людям нравятся те, кто на них чем-то похож. И это то, к чему мы стремимся. Итак, следующее правило очень легкое, но многие его игнорируют. Просто представьтесь другому человеку. Особенно, если вы не видели его долгое время. Они вам его скажут, а вы постараетесь уже запомнить. Вот вам бонус, если у вас имя сложное и его тяжело произносить, то подумайте, как сделать так, чтобы людям было проще его запомнить и сказать. Мою дочь зовут Светлана. Красивое имя, ее назвали в честь бабушки. Оно означает «дарящая свет». Я его люблю, но в США это имя очень сложно произнести и запомнить. Поэтому она просто говорит всем, что ее зовут Лана. Помнишь, как зовут девушку Супермена? Так вот, меня зовут так же. Конечно, я знаю, что Супермен женился на Лойс, но его первую девушку звали Лана Лэнг. Следующий совет. Найдите способ легко и доступно рассказать людям о своей работе, чтобы они могли просто запомнить. Представьте, что вы встретили парня, и спрашиваете его, чем тот занимается. А он вам в ответ «О, я морпех 0180 3-го батальона. Работаю в магазинчике, и у меня свой плод, и думаю о том, как пересесть на парусник». Если вы морпех, как и он, то вам все понятно. Но для большинства людей это будет полная ересь. Итак, запоминайте первое, не используйте сокращения. Второе, думайте с перспективы людей. Люди всегда думают о том, в чем их интерес. Как вы можете быть полезны? И в большинстве случаев, когда вы говорите о своей работе, то не можете помочь людям. Но что вы можете, так это объяснить людям, что вы делаете и какие проблемы решаете. Система, которую я придумал, чтобы меня могли запомнить, это когда меня спрашивают, что я делаю, я отвечаю вопросом. Вы знаете, что большинство людей плохо одеваются, и это подводит к тому, как я решаю эту проблему. Я использую YouTube, чтобы создавать видео и обучать мужчин, как им лучше выглядеть. Я использую науку в стиле военную историю, чтобы мужчины могли зарабатывать больше и становиться лучшей версией себя. Так людям становится интересно, и они начинают задавать вопросы, потому что они четко понимают, какую проблему я решаю. Далее задавайте хорошие вопросы. Звучит просто, но это чрезвычайно сложно. Потому что мы все тяготеем к тому, чтобы не слушать людей. Что же мы делаем? Мы просто ждем свою очередь, чтобы сказать то, что у нас на уме. Так что сделайте паузу и послушайте то, что вам говорит другой человек. Реально вслушивайтесь, и тогда вы сможете задать вопрос, который связан с тем, что вам только что сказали. В этот момент вы будете выделяться на общем фоне. Люди хотят этого. Это позволяет им чувствовать себя хорошо. Это тешит их эго, что кто-то на самом деле слушает их историю. И когда вы задаете детальные вопросы, вот тогда становится интересно. Очень многие беседы заходят в тупик, потому что никто не вкладывается в беседу. Но вы всегда можете создать приятный разговор, если будете стремиться к тому, чтобы задать хороший вопрос. Что может быть лучше, чем хорошие вопросы, это если вы можете давать хорошие ответы. Часто мы уставшие и нам лень. Кто-то спрашивает нас, как прошла неделя, и мы отвечаем, хорошо. Что только произошло, да, мы убили беседу. Что было бы, если мы ответили так? Знаешь, это была вполне хорошая неделя. Но во вторник я взял отгул, хотя даже не думал, что мог себе это позволить. Чтобы починить предохранители у себя дома в щитке, не думал, что я вообще могу такое сделать. Так что это, наверное, самый яркий момент за эту неделю. Это уже что-то другое. Этот ответ более искренен. И человек может найти какой-то отголосок в этой истории. А вы можете узнать, что этот человек поднялся за счет того, что делал ремонт в домах. Вы понимаете, что разговор пошел в таком направлении, о котором даже не подозревали, потому что вы дали более сочный ответ. Это должна быть простая история, в которой люди найдут что-то знакомое для себя. Далее используйте силу наблюдения. Если вы интроверт, как я, то скорее всего вы просто сидите в комнате и наблюдаете за тем, что происходит. Не только за тем, что люди говорят, но еще и за тем, как люди выглядят, во что одеты, как они себя ведут. Все эти мелкие детали. Это вообще-то суперсила интроверта. Видеть то, что не могут заметить другие люди. Язык тела, всякие фишки в одежде. Знаете, как начинается разговор на тему часов? Вы замечаете, что у парня точно такой же бренд часов, как и у вас. И это отличный повод поболтать. Следующий шаг к светской беседе, это спросить совета. Особенно если у человека есть опыт и образование в этой среде. Когда вы спрашиваете экспертного совета, то вы автоматом называете человека экспертом. А людям это очень нравится. Вы словно делаете массаж для их эго, и они начинают говорить о том, что не любят. Может вам не настолько это интересно, но вы можете найти способ сделать это интересным. Следующий сильный совет. Господа, выключите телефоны. Даже если он на бесшумном режиме, он вибрирует у вас в штанах. Ну, например, вы слушаете кого-то, и тут вы теряете нить, потому что отвлекаетесь. У вас появляется желание ответить. Иногда мы даже не задумываемся об этом. Вы просто хватаете телефон и смотрите, а затем догоняете, что прервали человека. Так что избавьтесь от этой тяги и выключайте телефон, когда общаетесь с другим человеком. Какое видео смотреть дальше? Устаревшие правила стиля и этикета. Так много людей до сих пор следуют этим правилам. Что именно, узнаете из видео.